Приветствую! Конфликт между звездой 90-х годов Романом Жуковым и его бывшей супругой Еленой продолжается. После развода с певцом многодетная мать одна воспитывает двоих сыновей и четырёх дочек. Жуков не помогает Елене финансово, зато все заработки охотно тратит на молодую жену Ольгу, с которой он связал себя узами в позапрошлом году. Алиментов, которые выплачивает Роман, это 21 тысяча рублей в месяц. Но этого не хватает на содержание детей. Кроме того, Елене Жуковой нечем платить ипотечные взносы за квартиру, которую она и бывший муж покупали, в том числе из-за материнский капитал. По словам Елены, певец принципиально отказывается после развода платить за ипотеку, поэтому накопилась задолженность в размере 9 миллионов рублей, из-за которой банк грозит неустойкой. «Мы живем сейчас в однушке. Ипотечную двушку мы освободили, потому что папа говорит, что через месяц у нас её отнимут. Банк намерен отнять ипотеку, где заложен материнский капитал», – рассказывает Жукова. Также недавно выяснилось, что, оказывается, Роман Жуков в тайне от матери её детей продал их общий дом. Недвижимость в 2012 году была приобретена в районе Новой Риги под Москвой за 13,5 миллионов рублей. Когда семья покупала дом, то площадь составляла 250 квадратных метров, но после ремонта она увеличилась до 450 квадратных метров. Сейчас дом с тремя сотками земли в элитном районе Подмосковья стоит минимум 25 миллионов рублей. Приблизительно эту сумму 25 миллионов рублей Рома Жуков выручил за продажу особняка и не поставил в известность свою бывшую супругу. Она узнала об этом только потому, что ей стало нечем выплачивать ипотеку за квартиру. И у неё появилась идея заложить коттедж. Но оказалось, что дом семьи приобрёл покупатель, которого зовут Эдуард Попа. Сделка состоялась 20 мая 2021 года. Но новый владелец не выходит на связь, чтобы урегулировать возникшие вопросы. Сам Жуков назвал это обменом и пообещал поделиться деньгами с Еленой. Бывшая жена Романа Жукова, как стало известно, подала в суд на раздел имущества. А его тайные сделки хочет признать незаконными. «Я не могу допустить, чтобы мои дети были лишены имущества. Для меня главное их защита и будущее», добавила Елена. В свою очередь, певец называет своих сыновей и дочерей и их мать попрошайками, потому что, как ему кажется и его новой супруге, они слишком часто просят у него денег. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин